Друзья, всем доброе утро! Сильвестр за мной пошел! Я никак не могу его заснять. Вот он, вот он, красавчик наш. Вот он, хвост. А, Слава там вышел, ему побежал. Друзья, к нам с утра пришла наша дочь, Анюта наша. Что-то с велосипедом тут работает. Хочет его пристегнуть к столбу. Всем привет, да! Сейчас Аня со Славой отправятся на велосипедные прогулки. Она поедет на другом велосипеде. Это велосипед Богдана. А Богдан сегодня сейчас в школе. Так, а вот и Слава. Слава, привет всем! А то давно тебя не видели. Мастеришь, мастеришь, и не видно ничего. Так, Слава отправляется на прогулку вместе с Аней на велосипед. Да сейчас он свой велосипед вытащит. А Анюта вот на этом велосипеде поедет. Друзья, нам вчера привезли еще работу. То вот целая большая машина песка. Слава на работа будет. Будем расходовать песок по своему назначению. Песок привезли и соседям, и дальше еще соседям следующим. Видите? Вот поближе. Вон там тоже кучка коричневая. Клостолба. А котик ест на свежем воздухе. Около лавочки. Да, привет, про тебя говорю. Птички чирикают. Ну вот мои спортсмены. Поехали. Один пошел. Первый пошел. Второй. Поехали. Туда поехали в сторону Рыблова, куда мы со Славой ходили в конце зимы. Где я вам показывала красивые деревья. Я вам еще покажу свои цветочки, как они разрослись у нас. Петите... Кто это? Как эти цветы называются? Примула они называются, эти цветочки. Здесь смотрите, какие незаботки. Голубые и даже розовенькие. О, розовый цвет идет. Здесь у нас мешает звук записывать видео. Машина, техника стоит. Ребята приехали, что-то тут хотят сделать. Чего-то там работают. Маки все еще цветут. И какие они большие. Смотрите, какие большие. Вот эти стаканы у них. Стаканы называются, да? Большие. Крупные. Красивые. Все еще цветут и радуют. Это желтые тюльпаны. Помните, я вам показывала, они были еще в бутонах. Но помельче сейчас, чем те красные. Но все равно очень красивые. А вот белый тюльпан, смотрите, как он открыт. Внутри желтая серединка. А за ним спрятался дружок. Вот еще красота. Внутри голубенькая. С беленькими, с желтенькими. Красивые очень. Скоро отойдут тюльпаны наши. Кот поел и пошел играть по моим грядкам. Еще рано. Рано их полоть. А он кувыркается. Ванну принимает, да? Ему нравится, что грядки сделаны. Прыгунчик такой. Вот, вышел из тени на солнышко. И снова кувыркается. О, как. Ему хорошо. Земля теплая. У нас вчера 26 градусов было тепло. Сегодня с утра было пасмурно. А сейчас опять тепло. Ну, кому нравится наблюдать за котами. Так, прошу прощения, если руки трясутся. А то мне уже написали. Руки дрожат. Дело в том, что я схватила телефон и вышла на улицу. Без штатива. Умывается лежа. Вообще лентяй стал кот наш. Замер. Смотрите, на земле даже почти его и не видно. Еще солнышко отсвечивает. Отливается на шерсть. Еще полоть рано, а! Кисуль, помощник мой. Ну все, пойдем от кота. Пусть он занимается своим делом. Начала цвести клубничка. Наливается крыжовник. Ягодки уже видны хорошие. Небесная красота. Прям небесная красота. Разрослась. Уже соседям давала. Все равно еще своей много. Я в теплице. Уже часть отсюда удалили. Редиску удалили. Укроп лишний убрала. Осталось немножко капусты. Надо раздать, наверное, соседям. И продолжить сажать сюда огурчики. Кстати, мне в комментариях какой-то Андрей написал. Ну, у вас и теплицы. Типа, похоже на гробы, что ли, он так написал. А почему он так написал, я не поняла. А какие должны быть теплицы? Я ему ответила. Говорю, напишите, какие у вас теплицы. Я хоть посмотрю. У нас вот так делают теплицы. Грядки, дорожки. Ну, ограждения мы сделали пластиковыми подоконниками. А какие должны быть теплицы? Ну-ка, расскажите-ка мне. Андрей, уважаемый. Рассата моя прижилась вроде. Теперь будет расти. И какие у меня растения. Тут перцы какие огромные выросли. Смотрите. Огромные перцы. Ой, салат. Что-то я путаюсь с утра. Салат. Листья салата большие. Мы не успеваем его есть. Каждый день срываю, чтобы он перцем не мешал. Но его еще очень много. Так, вот это в большом горшке. Один кустик у меня принялся хорошо. Это чебушник. Листочки пошли. Прям вообще отлично. А второй горшок спит до сих пор. Вот так он выглядит. Ничего нет. Движения никакого нет. На нем чем-то покрашен был зеленым. И здесь, и здесь оно потихоньку отваливается. А листочков не дает. Капуста чувствует себя хорошо. Я думаю, что она уже прижилась. Потому что над срезанными трубами, кусками труб, листья стали видны. Она вверх поднялась, выросла. Сегодня к вечеру обещают дождь. Наверное, вот эти все, вот эти ограждения буду убирать уже. Помощник за мной ходит. Везде найдет меня. Куда я, туда и он. Спать не захотел. Хотя поел уже. Курочкам подкинула одуванчиков. Они их любят очень. А петух так и не ест. Он всех угощает и угощает. А сам не ест. А, взял листочек. Суета. Ну, друзья, я проводила Аню со Славой. Они поехали немножко прокататься, покататься. Немножечко потренироваться. Но я сейчас у мамы в комнате. Хочу сказать вам, что я у мамы в комнате глажу белье сейчас. Дело в том, что мамина комната расположена так, что с утра здесь бывает очень хорошо, прохладно, свежо. А в другой комнате, там где кухня, там уже жарко. Там солнце встает и уже жарко. А здесь хорошо. И поэтому я гладильную доску поставила. Глажу белье. А вы так делайте, как я. Смотрите. Вот это все, что я уже нагладила. Это просто белье. Стопочка. Разложу по полочкам. Это постельное белье здесь у меня. Вот это банные полотенца. Складываю так. Это для рук полотенца. Это кухонные полотенца. В общем, мне остается поднять все и разложить по местам. Еще одну простынь доглажу. И все. И можно будет раскладывать все по местам. Маме всегда нравилась ее комната. Она большая, просторная, светлая. Здесь два больших окна. Здесь больше 35 метров площадь. Здесь все ее вещи. До сих пор. Все это стоит и лежит. Все на месте. Это я погладила салфетку и сюда пока положила. Эта салфетка у меня сейчас лежит постоянно почти на морозильной камере. Вот. Я ее стирала, погладила и пока сюда положила. Пойду отнесу на место потом. На спинку дивана я ее прицепила. Ну вот и все. Коротенькое видео. С утра я заканчиваю. Аня мне сегодня принесла букетик сирене. Раньше мы всегда маме приносили сирене. Она очень любила цветочные запахи. Сирене, ландыш, акация. Я ей все рвала и приносила. Вот теперь Аня мне принесла. Она такая душистая. Она так пахнет хорошо. Всем хорошего дня. Настроения. Погоды. И душевных встреч. Пока.